Всем привет, нам Music Mesa, день третий, и с нами Алекс Молекул, вокалист группы Молекулы. Ну, мы с тобой же немного прошли по выставке сегодня, как тебе тут? Да все круто, много народа, суббота, день посещаемый самый, смотрели за Ордоника, супер оказался чел и... Что еще можно сказать, не знаю. Недавно вышел трек холодный, как писался, в каком настроении, почему так долго? Потому что предыдущий вышел еще в начале декабря, еще и в конце декабря прошлого года. Да, на самом деле, хотели сделать быстрее и пытались там успеть, в общем-то, чтобы трек соответствовал, скажем так, погоде. Потому что, ну, в общем-то, выпускать его в мае было уже бессмысленно, поэтому, по сути, он был по большей части готов к этому времени, но решили лето, в общем-то, подождать, чтобы народ нормально отдохнул, расслабился, а потом уже, в общем-то, загрузить их по полной такими... ...наобщениями, настроениями. А почему именно без клипа вышло, а именно просто обычное мюзик-видео получилось? Ну, на самом деле, хотели снимать клип зимой на него, и там, в силу разных обстоятельств, пришлось съемки отложить, и потом, когда мы уже собрались, в итоге все растаяло, короче. Вот, и потому что в этом, ну, как раз в этом году что-то зима пришла, точнее, зима ушла неожиданно, вот, поэтому в итоге не успели и решили хотя бы так выпустить, потому что ждать следующей зимы, но это еще год, да, вот так вот. Понятно. Ну, а вообще, ближайшие треки, следующие какие-то планируются выпускать, опять же, так же с клипами или будут обычные синглы? Материал есть, на самом деле, тут большая часть состоит в реализации именно задумок, потому что клип... То есть, что-то штамповать однотипное не хочется, а сделать какой-то продукт, прямо качественный, в общем, ну, думаем над этим, не знаю, насколько там это все быстро, долго получится, просто, ну, честно, пока даже сказать не могу. В общем, материал есть, его готовим. Ну, смотри, а как вот с Майком решили опять восстановить саму группу? Какая была ситуация, там, я еще летом, вот именно того года, переслал майку демо, того трека, который в рифмах листья в сентябре, вот, он сказал, да, все круто, я что-то туда сейчас попробую нарисовать, да, не скусают, прислал мне демо, вот, в общем-то, все было классно. Я говорю, как мы будем это издавать, под каким именем, может, там, как обычно, фит, там, еще что-то, он говорит, да, че, чувак, че париться, давай сделаем подмолекулу, по сути, как бы, ну, мы с ним там были и у истоков, и в основном, как бы, вся музыка-то делалась с нами вдвоем, вот, и решили, в общем-то, подмолекулу выпустить, и дальше, как бы, я начал писать какую-то музыку ему присылать, в общем, так сейчас и работаем, то есть, я делаю ему зон, присылаю ему, он говорит, да, все, там, клево или не клево, че-то, че-то исправляем, в общем, вот, в таком режиме пытаемся работать. Ну, смотри, пока не было молекулов, ты занимался мастерингом и так далее, был у тебя поклон, и как вот это время все, ну, происходило все? На самом деле, как бы, сведение мастеринга, записи, там, продюсирование какое-то, это все моя сейчас основная работа и основная деятельность молекул, как бы, хотелось бы, чтобы, да, что-то там с него, ну, скажем, в профессиональном плане получить, но пока, в общем, все это вот в таком, к сожалению, в разряде хобби. То есть, основное, это, вот, моя сейчас работа, это именно, сведение мастеринга и, ну, там, аранжировки, в общем, все, что касается студийной работы. Молекулов, по сути, не было пять лет, группа отсутствовала, вот, за эти пять лет, ну, как ты, хотелось, вот, вернуться на сцену, чтобы новое писать, именно, вот, в том составе, то, что было? Ну, отсутствовала она, по сути, там, четыре года даже, три, потому что в 2013 году еще был тур и был, в общем-то, сделан материал к следующему альбому, но я об этом писал и много кто спрашивал там ВКонтакте. Материал, вот, как раз вышел под ВКОЛ, ну, точнее, его часть какая-то, которую, там, можно было попытаться сделать из этого инструментала, хотя народ, ну, говорил о том, что не хватает вокалов, и это понятно, но, тем не менее, я решил просто, чтобы материал не пропадал, выпустить вот его, именно, как раз. Ну, кстати, очень классно получилось. Многие спрашивают, будет ли мерч от Молекулы? Вот, насчет этого надо думать, наверное, стоит сделать опрос, кому он нужен, чтобы понять, ну, я бы в первых рядах себе предзаказал сразу. Тут дело, на самом деле, в чем, все можно сделать, вопрос окупаемости, да, то есть можно сейчас потратить приличную, там, сумму денег, сделать какие-то, ну, не знаю, что там, футболки, да, в основном народ хочет. Не кружки же, ну, да, можно кружить, стаканчики, стопки, стопки молекулы, кстати, вот, это интерес, ну, в общем, да, наверное, сделаем какой-то опрос ВКонтакте, может быть, там, там уже будет понятней, вот, пока, ну, мысль есть где-то так. В рифмах «Листья сентября» и «Холодно», они вышли такие более, как бы, спокойные по сравнению со старыми треками, то есть нету скрима такого, как пикового, то есть как ты думаешь, это уже музыка взрослеет, ты взрослеешь, или как-то просто поменялись мировоззрение? Тут все вместе по причине того, что, ну, я вообще больше, как бы, скажем так, сейчас тяготею в электронную какую-то сторону, мне больше нравится именно электронная музыка. Я так понял, что вообще никто не просек, ну, большая часть народа, что вообще мы хотели этим сказать и что хотели донести, потому что комментарии, ну, очень часто бывают неадекватные, но, как бы, идея главная была в том, чтобы как раз-таки с электронным звучанием попытаться подать вот эту именно музыку, как бы даже, ну, то, что привыкли слышать, да, от молекул, но, соответственно, как бы делать какие-то туда, ну, скримы и прочее. Они не в ритмику уже в эту, не вписываются вообще в концепцию, то есть, ну, я считаю так, если там, если человек кричит, наверное, у него какие-то эмоции должны быть, а тут получается, ну, в общем, все, как это было в 2006-2007 году, в общем, нет, нет, нет. Когда любой текст, даже лирику пытались петь Громовым, это было бы очень адекватно. Нет, тогда это катило, тогда... Тогда это моды было больше. Тогда было, там, лет поменьше и как-то, ну, просто, ну, вот там, что прет, да и мы и сейчас делаем то, что прет, никто ничего не делает специально, это не, ну, реально, нет такого, что вот, надо сочинить песню, которая будет вот с таким вот звучанием, это все само по себе, эволюционировал, ну, не знаю, вот так сейчас в кайф. Кому-то нравится, то есть, большая часть народу все равно, как я смотрю, там, позитивно реагирует на эти изменения. Я понимаю, что хотят какого-то там экстрима, но честно, вот пока, не знаю, пока я этого там не слышу, не вижу, и, наверное, вот все будет в таком режиме продолжаться. Хотя тот же холодный, я считаю, он пожестче, чем первый трек вышел, вполне так. Ну, смотри, сейчас, в принципе, у многих групп современных, которые даже, ну, лидеры нашего андеграуна, наши альтернативы, все делают уже более лайтовые, нет вот этого скрима, это вот именно эволюционировала сама музыка, то, что вот убрать эти скримы, состоять из-за правилы, делать все как-то более лично. Все выросли, просто все выросли, еще есть момент коммерции, я думаю, у многих команд, которые остались на плаву, то есть, когда ты даешь концерты, ты понимаешь о том, что либо надо публику расширять, то есть, соответственно, брать каких-то, ну, людей, которые там слушают обычный рок, еще что-то, то есть, не тяжелый там адский металл, вот, поэтому приходится как-то им идти там на потребу публики. Мы не стали так делать, мы просто вот это время ничего не делали, а потом выпустили то, что считаем вот на данный момент актуальным. Может быть, еще, ну, не все просекли, понимаешь, потому что народ пишет какие-то сравнения с какими-то группами, я это слушаю, и я не нахожу там ничего общего, вот совсем. То есть, очень редко кто-то понимает именно задумку. Ну, это комнатные музыкальные критики, они всегда найдут к чему докопаться, как бы с чем-то сравнить. Пускай, пускай, это даже иногда прикольно, вот, но дело в том, что, как бы, ну, мы пытаемся сделать, всегда пытались сделать что-то свежее и что-то по-своему, так как мы это видим. Ну, смотри, вот у молекул, именно когда у истоков, вы сразу начинали с электронной музыкой. Тогда, когда это, ну, не было именно на нашей альтернативной сцене, эта мода пришла уже где-то в 2000, начале, ну, 2009-2010 года начали добавлять. Как и есть. Как и улучшенную молекулу ваша группа как-то поменялась, повлияла вот именно на это? Да нет, на самом деле повлияли вот эти все, то, что называют транс-кором, и когда нас называют транс-кором, я не знаю, ну, мне просто смешно. Ну, я вообще люблю больше драм-н-бэйс и, как бы, ну, и транс-музыку отдельно, но без там каких-то вот этих вот всех новомодных течений. Мы тогда делали так, как мы считали нужно. Вот, и на тот момент, я не знаю, кто были, но, может быть, Энтершикари, да, что-то тогда начинали, но их к транс-кору я бы совсем никак не отнес. Ну да, все-таки, такие ребята, они самобытные. Да, в принципе, допустим, из наших каких-то новых исполнителей кого-то, может быть, зацепил, отметить можешь? Не очень слежу за вот этой всей тяжелой сценой. Ну, а в принципе, что сейчас слушаешь? Больше, если слушаю, то больше что-то и электронику. Но, я говорю, мое самое любимое драм-н-бэйс, там, какой-то нейрофанк, то есть вот, но больше вот в этом во всем стиле. Ну, и в силу профессии приходится слушать, там, разную музыку, и там, и трэп, и все, что угодно, в зависимости от того, чего заказывают, пытаясь, как бы, ну, быть таким свободно мыслящим. Ну, смотри, когда вышел еще в «Ритмах Лисе» в сентября, это все появляется и на iTunes'ах, и в Play Market эти песни. Как в прошлом интервью вы с Майкой высказали, покупает очень мало, что не хватает даже на баклажку пива. Я могу прямо сейчас сказать эти цифры, это будет, ну, я не сильно там совру, буквально, может быть, на пару долларов. Я смотрел пару дней назад, там, в общем, на Apple'е, наверное, долларов 15, и на Google'е 13.78, вот так вот было. Ну, я холодный купил, я за свои 17 рублей можем. Это все, нет, это все. Два трека? Это два трека, вот, это то, что покупают, и еще, чувак, спасибо ему, 50 рублей на сберовскую карту перевел за последний сингл. Вот, так что, когда люди там говорят, еще там пытаются что-то советовать, ну, мне смешно по одной простой причине, то, что, как бы, в общем, рублем-то никто не голосует. И на концертах была та же ситуация, почему мы ушли на эти, там, 4 года, а сейчас это делаем, ну, в силу каких-то уже, вот, потому что есть песни, надо вот делать, и прям прет. Вот, а на тот момент, ну, концерт это так же, опять же, ну, то есть финансовая ситуация, жить на что-то нужно. Поэтому, вот, в общем, молекул, это сейчас такое, хобби, хобби, куда надо вкладывать. Ну, это ты вкладываешь, да, свои деньги, свое время, свое творчество, ну, общее свое личное время тратишь, свои ресурсы, и вот, будет ли вот дальше концертный день здесь, и так далее, и вот, что для этого нужно сделать публике, чтобы вы увидели, что публика ждет, публика хочет. Ну, во-первых, публике надо проявлять активность для начала, потому что, ну, у нас просто, да, у нас привыкли на халяву всем скачивать. Время немножко поменялось, я это тоже понимаю, сейчас, сейчас все не очень с репостами, лайками, всем лени, и вообще нафиг оно нужно. Многие люди там появляются и говорят, о, нифига, они живы, там, еще что-то, то есть, ну, я понимаю, что, как бы, тут основная часть рекламная, и, ну, хотелось бы, чтобы, помимо там нашей какой-то рекламы, люди сами это пытались как-то распространять, то есть, ну, как это было когда-то, когда мы там начинали то ли. Ну, после официального камбэка, допустим, от организаторов каких-то концертов уже были, поступали приложения? Есть, да, были предложения, да, и, в принципе, там, достаточно даже конкретные, но собрать, в общем, нормальный состав, он, по сути, как бы, есть там, почти укомплектован, да, просто. Ну, пока вас трое, получается, ты, Майк и Никейк. Да, три человека есть, но, в общем-то, чтобы создать какое-то шоу адекватное, ну, наверное, наверное, стоит, да. Ну, пока, в общем, мы над этим думаем, как это все визуально, ну, будет смотреться, потому что эту музыку, вот в таком сейчас стиле, подать правильно непросто, то есть, ну, я не хочу, чтобы это звучало как металл, как рок, я хочу, чтобы это было что-то среднее, то есть, электронно такое, металлическое. Для этого свои лучшие снимаются. Ну, опять же, комменты в группе под постами о новых треках, и, так далее, все, многие пишут, где же Жора, всем хочется увидеть Жору. Если он будет дальше, концертная деятельность, возможно ли такое, что, вот, вы приглашили, ну, говоря, как уже приглашенный музыкант, какой-то трек он с вами будет исполнять? Сложно сказать, я потому что с Жорой очень редко вижусь, и последний раз его видел, наверное, ну, года полтора назад, вот, я думаю, что мы в ближайшее время с ним, наконец, пересечемся, вот, я не знаю, честно, там, что у него сейчас, ну, в голове, скажем так, и вообще, ну, то есть, как бы человек занимается другим делом, и, ну, я считаю, что если там все хорошо и успешно, и замечательно, вот, то есть, как бы мы делаем музон, потому что мы, как бы, вот, мы не можем его не делать, скажем так, вот, а если, ну, он нормально без этого живет, то и, слава богу, то есть, кого-то тянуть там, ну, скажем так, специально, никто не будет, то есть, состав есть, который может работать, в принципе, ну, если он, по грубо говоря, сам изъявит желание, то вы, конечно же, пригласите, ну, это все нужно думать, понимаешь, когда будут нарисовываться какие-то конкретные перспективы, сейчас пока их просто нет, то есть, там было несколько предложений от организаторов, но сделать какой-то тур полноценный, с нормальными площадками, адекватными, а не с клубами, там, на 100 человек, да, где-то там, ну, то есть, что просто уже, ну, неинтересно. А если, допустим, сделать, попробовать тот же самый пробный концерт в Москве? В Москве всегда будет пробный концерт, один хороший, вот, и если в Москве раз в год играть, здесь всегда все будет замечательно, и в Питере, если раз в год играть будет, тоже неплохо, и там, в каких-то супер крупных городах, типа Екатеринбурга, тоже можно собрать, но на этом группа жить не может, она не может существовать, вот, на трех, четырех, там, пяти городах, то есть, надо полноценный тур, чтобы хотя бы 20-30 городов было, ну, крупных, в которых будет приход народа, это пока сейчас нереально. Ну, это сейчас, на самом деле, такая тенденция, ну, со всеми группами, да, получается, да. Я знаю, вот поэтому, ну, вот ты сейчас сам на это, на свой вопрос отвечаешь, почему так? Как ты думаешь, ну, в чем это заключается, из-за чего? Да все, наелись все этой штуки, наелись, просто, ну, сейчас есть какие-то флагманы, которые ездят, ну, и у которых, в общем-то, нормальная раскрутка, реклама, с ними работают люди, в общем-то, мы-то, мы-то все сами делаем, понимаешь, такой, то есть, независимая тема, а люди, у которых рекламщики, у которых, там, пиар, у которых концерты, менеджеры, еще что-то, ну, конечно, да, ну, их по пальцам можно пересчитать, кто так работает. Ну, на мой взгляд, на самом деле, Малекула тоже одна из самых перспективных групп была именно на тот момент, но... Ну, наверное, мне сложно судить, потому что люди многое говорили, а по факту я всегда смотрел по концертам, то есть, есть реальный приход людей, значит, это интересно, нет, значит, нет, ну, я к этому нормально отношусь, то есть, ну, значит, значит, это в этом городе неинтересно, то есть, я не верю, что не было рекламы, что люди не знали, потому что, блин, ну, все сидят там в соцсетях, ну, большинство сидит, скажем так, и то, что там пришло, грубо говоря, не 300-500 человек, а 100 человек или там, блин, 50, да, и разное бывало, бывало и 5 человек приходило, и такие были города, и это, ну, в принципе, на пике было популярности какой-то, в общем, я помню 2010 год выступления в клубе Точка, Точка была полная почти, ну, как, не то, что полная, но, блин, больше половины клуба было забито, ну, это Москва. Да, там было прилично, но там с организацией все было хорошо, в общем, там все совпало, и группа была на пике, и, ну, в общем-то, наверное, вот самое такое, большее. Ну, и вот под конец, что в итоге ждать сейчас слушать людям, публике, и что бы ты вот хотел им посоветовать, что они должны делать для того, чтобы вот чаще выходили новые трековые молекулы, чтобы были, выходили, появлялись концерты молекулы. На самом деле, я повторюсь уже, говорил просто, нужна какая-то активность элементарная, не на уровне, там, я послушал, пацаны, круто, и все, то есть, ну, ты хотя бы там своим товарищам это распространи по максимуму, и скажешь, да, там, то, что вот есть такой вариант, потому что сейчас народ очень ленивый стал, и я их понимаю, я сам, как бы, мне присылают треки, я включаю где-то на середине, если меня за три секунды не заинтересовало, я даже слушать дальше не буду, и все такие же, я это понимаю, вот, но, как бы, если есть какая-то, вот, реально, там, скажем, ностальгия, желание, там, нас вернуть на сцену, но все зависит от активности народа, то есть, песни будут еще выходить, вопрос периодичности, почему так долго и прочее, но вот оно именно происходит из-за того, что пока не понятно, к чему стремиться, то есть, концерты концертами, хотелось бы что-то тогда собрать уже, там, и не два-три раза, Москва, там, Питер, не знаю, полноценный тур, Волгоград, а нормально, да, нормально что-то сделать, какой-то там продукт качественный, и с ним уже нормально поработать, вот, такие идеи, все, я думаю, тогда, остались, всем желаю, ждите новых новостей от Молекул, я думаю, Алекс не подведет, скоро будут новые треки, да, конечно, мы вроде никогда не подводили, все, стей нано, да, окей, всем пока.